Все больше убеждаю, что нам надо прекратить всякое банкротство и возню с антикризисными управляющими. Я изучал лично эту проблему. В подавляющем своем большинстве это предприятие разграбят, растащат, и оно перестает существовать. А я задаю вопрос. А чем занимаются в это время на местах председатели райисполкомов? Они непосредственно с этим связаны. Горисполкомов. Почему вы не стали антикризисными управляющими и не спасаете это предприятие? Там же люди работают. Поэтому давайте и в правительстве, и в профсоюзе садитесь за стол вместе и думайте, что нам делать с так называемым банкротством. Быть его не должно в Беларуси, потому что это все за счет людей. И это же потом нам дороже. Мы тратим огромные деньги, боремся с преступностью. Люди уходят в этот преступный мир, пытаются заработать какие-то шальные деньги. Люди идут, бастуют. Мы отвлекаемся, начинаем с ними разговаривать, уговаривать. Зачем мы создаем эти проблемы? У нас нет предприятий, которые не могут работать на рынке. Сегодня в Беларуси. Нет, они все могут работать. Но на них надо обращать внимание, и их нужно поддерживать. Я вспоминаю, я посетил одно предприятие, где мы производим фарфоровую посуду в Добруши. Я прошел по этому предприятию, я до сих пор его вспоминаю. Вот самое душевное, теплое воспоминание. И оно тоже кувыркается. Да, они как-то работают, прекрасно делают посуду. Он немедленно поручил подключиться и области, и правительству поднять это предприятие. Одно в стране, и, по-моему, пять или шесть всего на постсоветском пространстве. И вот такие предприятия, единицы. Мы на них не обращаем внимания, пока президент не поедет и кому-то по голове не даст. Ну разве это нормальная работа? Вы знаете, что иногда бывает, что мы реформируем предприятие, трудоустроили у всех, а потом выясняется, что маме, допустим, с тремя маленькими детишками предложили место за 3-9 земель опытному инженеру, место вахтера. Нельзя нам бросаться на то, чтобы не продумав, не обдумав, закрывать предприятие, а потом переучивать людей. Лучше здесь специалисту, может, они подотстали в чем-то, в организации труда, в технологиях, но у них база мощная, у этих людей. Давайте их подучим, подтянем до нужного уровня и будем работать. Про союзы, как никто другой чувствует изменения запросов рынка труда. Какие специальности, компетенции нужны сегодня? Что будет востребовано экономике в перспективе? Здесь я вижу связку с Министерством образования. Под новые высокопроизводительно-рабочие места с достойной оплатой нужен хорошо подготовленный персонал. Для этого у профсоюзов есть все необходимые права и инструменты. Есть опыт успешного решения такого чувствительного вопроса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!